Братья и сестры, здравствуйте. Гомофобия и противоположность ее, так сказать, фобия к тем, кто гомофоб, ну к тем, кто, скажем, находится в рамках традиционной морали, это вообще маркер современной политики и современной жизни в целом. Вот не щадят никого люди, которые выступают за свободу и демократию. То есть вообще либералы способны к тирании, которая не слышна была в самых тиранских государствах. Это их свойство. Они в борьбе за мир готовы всех задушить, кто с ними не согласен, а в борьбе за свободу готовы настроить тюрем для тех, кто не согласен с их концепцией свободы. Это их маркер, это их свойство природное. И вот Джоан Роулинг, значит, у нас весь мир сходил с ума по ее книжкам. Там трудно было найти как бы самого нечитающего человека, который бы не читал там хотя бы какую-то страничку из всех этих там, этой саги о Гарри Поттере. Она попала на зуб как бы ко всем этим людям, потому что имела смелость там как бы ну что ли посмеяться или выразить такое критическое отношение к этой жути, когда женщину называют. Это мне очень, конечно, стыдно. У меня тоже женщина родила. Значит, и вот когда женщину классифицируют как бы как человек с вагиной, например, человек с менструацией, как бы худшего оскорбления для женщины быть не может. Такое-то что еще такое-то? Зачем сводить человека к физиологии? Разве у него нет бессмертных свойств? Как бы разве он вообще некрасив? Сам по себе там в отличие там от там, если отвлечься там от прямой кишки там насчет там или аппендикса. То есть вот она как бы вызвала свой несогласие с этой как бы людоедским расчлененкой, с этой как бы как это можно назвать женщину, человеком с менструацией. Как бы извините вас, что совсем мозгов нет. Ее съели. Ее эти все, потом она где-то там про трансов где-то высказалась. Эти трансы съели ее, несмотря на то, что она любима миллионами людей и заработала денег на своем таланте. Как бы значит ей там устраивают пикеты, как бы обещают, что они там ей там подожди, уже мы тебя там доберемся. То есть это вообще совершенно нелиберальная штука, значит как бы либерализм трансов или там каких-нибудь еще всяких фокусников над собой. Они потом перестают фокусничать над собой, когда уже поздно, уже испортили сами себя. Начинают фокусничать над всей вселенной. То же касается, сегодня из Финляндии докладывают бывший экс-министр внутренних дел, женщина. Жена пастора лютеранского имела смелость писать книги о том, что в божьем замысле нету гомосексуализма. О том, что мужчину и женщину сотворил их. И что есть два пола, нету гендеров, есть два пола. Этой бинарной системой описывается вся вселенная как нулема единица и кодируется вся информация в информационном мире. Она об этом говорила и читала и писала, значит, и так далее, и так далее, значит, и ей грозит два года реальных тюремного заключения. Она, правда, молодец. Она сказала, что христиане вообще за свои убеждения шли на арены цирков к львам, к христианам Адлеонес, такой древний, как христиан к львам, Неронов Клич. Тем более, говорит, я не побоюсь тюремного заключения за свои христианские убеждения. Но это бывший министр внутренних дел. То есть человек в топе политическом находящийся, за христианские взгляды, в стране, у которой на флаге крест. У всех скандинавов крест на флаге, и у шведов, и у финнов, и у Дании до сих пор пока что крест на флаге. Но там нет креста в уме, нет креста в душе, нет креста на плечах. Так что все очень весело. И мы думаем, что, так сказать, мы пока что еще такие традиционно мыслящие. Подождите. Значит, если у вас нет христианского четкого мировоззрения, если символ веры вам непонятен, а отчинаш вы не знаете, если воскресенья в храме вас нет, подождите с вашей традиционностью. Она вшивая и штрихпунктирная. Как только поменяется конъюнктура, вы первые будете кричать, что это ненормальные люди, что вы хотите вообще. Кто не молится Богу, кто Христа не славит, кто заповеди не носит в себе, кто не знает, что ждет настоящее, вечное, будущее, небесная жизнь, тот не может оставаться в рамках традиционной морали надолго. Он конъюнктурщик по определению. Вот у нас вышел на экраны сериал про Вертинского. И там в одной из серий, сейчас дождемся, вы это увидите, значит, там 30-е годы, Вертинский в Германии выступает. Там у него аккомпаниатор, как бы, значит, гомосексуалист. В Германии 30-х годов гомосексуалистов было так много, что там вообще... Почитайте об этом при случае, я не буду на этом останавливаться. Гитлер выступал отдельно против дегенеративного искусства, против гомосексуалистов и так далее. И вот там, значит, такая роль выводится, значит, где такой хороший парень, как бы, ну, к сожалению, гомосексуалист, как бы, аккомпанирует Вертинскому. Ну и, конечно, все большие траблы ему приносят плохие фашисты. Фашисты, они всегда плохие, это уже понятно, как бы, они справедливо заклеймены, и мы всегда будем, так сказать, валить на них, как на мертвых. Ну, вот хороший гей под давлением плохих фашистов, как бы, значит, ну, это вот то же самое на самом деле такое, ай-яй-яй такое, чтобы там, ай-яй-яй, как жалко, значит, такое. Это все такое размывание сознания такое. У нас уже у людей вообще сознания, в принципе, отсутствует. Там есть какой-то яролаж в голове, а сознания такового нету. Поэтому, повторяю, что наша традиционность, она без фундамента, если она не на Христе. Если Христос, камень кровоугольный, положен в основании традиционности, можете быть уверены, эта традиционность живая, святая и истинная, она нас спасет. А если она такая бла-бла на всякий случай, потому что ты чиновник, сказали сверху, ты повторяешь, а сам не понимаешь этого, и сам, может быть, склоняешься к чему-то, или дети у тебя такие, это ерунда, это все ничего неважного не стоит, это мухи не стоит. Вот несколько новостей. Джоан Роулинг, это Англия, экс-министр внутренних дел, это Финляндия, там Провертинского, это наше кино. Вообще кино одно и то же во всей вселенной. Кино антихристианское, кино тихое, но хитрое и злое. Без Христа ничего не получится. Это вам как пить дать говорю. Аминь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok